Молдова Молдавский президент Молдовы. Белорусская техника на молдавских полях давно не экзотика, но сборочных производств явно недостаточно. На МТЗ Игорь Дадон не удержался от того, чтобы лично протестировать одну из последних моделей тракторов. Позже политик пояснил. Мой тесть всю жизнь работал трактористом и именно на МТЗ работал. Поэтому для меня модели МТЗ очень знакомы и мечтал побывать на этом заводе. Более 60% рынка Молдовы – это, безусловно, МТЗ. Пользуются популярностью. Есть возможности выхода и на европейский рынок, так как можно с Молдовы продавать беспошлино, с учетом тех соглашений, которые у нас подписаны, и на рынки третьих стран. Это лишь одна из возможностей нарастить товарооборот между странами, который в последние годы серьезно просел. С середины 90-х тогда уже две независимые страны смогли выйти на взаимную торговлю в 100 миллионов долларов. Но уже с начала 2000-х товарооборот стал сокращаться. Ситуация меняется на противоположную спустя еще пять лет. Рекордным стал 2014-й, когда Беларусь и Молдова наторговали на 400 миллионов долларов. Сегодня это тот минимум, на который страны намерены выйти уже в ближайшие годы. И основание верить в успех задуманного – это насыщенность визита молдавского президента. Свои планы он обсудил с представителями молдавской диаспоры, посетил завод «Белкомунмаш» и агрокомбинат «Держинский». И только после всего – главная встреча в Витебске. Привет, Игорь. Здорово. Привет, молодец. Игорь Дадон в должности молдавского президента чуть больше полугода, но уже успел серьезно изменить ориентиры во внешней политике своей страны. За почти 10 лет, то есть с момента, когда Молдова взяла курс на евроинтеграцию, Дадон стал первым президентом, который встретился с лидером Приднестровья, а также российским президентом. Подтвердив тем самым желание урегулировать существующие конфликты и намерение закрепиться уже на глобальном рынке ЕАЭС. И в этом традиционно добрые отношения с Минском Кишиневу на руку. Особенность вашего визита в том, что вы посмотрели сами Беларусь. Вы ее, можно сказать, пощупали в промышленности, в сельском хозяйстве, вы побывали на культурных объектах, вы увидели, как мы относимся к памяти. Я с вами могу уже разговаривать как с человеком, который познал Беларусь. Я видел предприятие и в Европейском Союзе, безусловно, вы видели, но тот уровень, на который поднялась промышленность Беларуси, конечно, для нас только мечта на данном этапе. Оба лидера сошлись во мнении в основе экономических успехов, дружба между народами. Поэтому и реализовывать все задуманное будет проще. Уже осенью самолеты начнут курсировать по маршруту Минск-Кишинев. Если следовать достигнутым в Беларуси договоренностям, спрос на это направление будет. Но сам Игорь Дадон, как знак того, что диалог удался, гостеприимную белорусскую землю покинул специальным чартерным рейсом. Наталья Стельмах, Роман Пастернак, Контуры.